Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня пятый день поста и молитвы. И сегодня мы молимся о том, чтобы Бог взял людей из места болезни. От места болезни вместо исцеления, вместо, где есть свобода. От болезни. Евангелие из Лука пишет, 6 глава, 18 стих, о людях, которые приходили к Иисусу. И они, он звучит так, они пришли послушать Иисуса и исцелиться от болезней. Те, кого мучили нечистые духи, тоже получали исцеление. У людей есть проблемы, духовные, душевные, физические болезни. Но мне нравится, что люди пришли послушать Иисуса. Когда у нас есть проблема, и мы приходим и начинаем слушать, что говорит Иисус, вера происходит от слышания того, что говорит Иисус. А Христос говорит, что ранами Его мы исцелились. А Иисус говорит, что придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Иисус говорит, что все, что не попросите во имя Мое или во имя Отца, то вы получите. Бог имеет доброе намерение о нас, друзья. И это говорит Иисус. Я сегодня приглашаю каждого из нас прийти и услышать, что говорит Иисус. Есть несколько путей, как говорит Бог. Бог говорит через Своё Слово. Поэтому я молю о том, чтобы Бог дал вам Слово из Его Писаний, которое станет вашим Словом, которое вы сможете принять. И это Слово, оно выздоровеет, оно восстановит вас. Я верю, я в этом убежден. И если вы нуждаетесь, может быть, в слове ободрения других, я хотел бы пригласить вас, чтобы вы позвонили нашим служителям, позвонили мне, я буду с вами молиться с удовольствием. Я верю, Господь имеет доброе намерение о вас. Писание говорит, что болен никто из вас. Пусть позовет служителей церкви, они, помолясь, помазав елеем, помолятся, и молитва веры исцелит болящего. Также сегодня начинается конференция Святого Духа. И на каждом служении у нас будет молитва о исцелении. Поэтому я приглашаю вас также прийти. Мы будем молиться. Я верю, что Господь может прикоснуться вам, и Он имеет доброе намерение, чтобы вы были здоровы. Я верю, что исцеление приходит в трех областях. Исцеление может быть физическим. Когда есть физический недух, туда приходит здоровье. И есть болезнь душевная. Когда душевные люди, это люди, которые больны эмоционально из-за страхов, из-за обид, из-за каких-то потрясений, которые пришли в жизнь, стрессов. И я верю, что когда мы приближаемся к Христу, Господь восстанавливает нас. Он удаляет всякий стресс, Он удаляет переживания, потому что мы на Него можем надеяться, на Него полагаться. И также есть третья область болезни. Это когда внешний духовный мир влияет на человека, нападая на Него. И Писание говорит, они мучены нечистыми духами. Господь, мы молим сегодня о том, чтобы пришла свобода в жизни этих людей, потому что Иисус Христос, Он сильнее всякого нечистого духа, потому что есть Святой Дух. А Святой Дух, Он сильнее, Он лучше, Он может наполнить изнутри, Он сильный. И когда Он в нашем сердце, когда Он в нашем доме, то нет той силы, которая могла бы противостать. Поэтому сегодня я хотел бы призвать каждого из нас молиться о нас, о наших семьях, наших детях, чтобы никакая вражья сила не пришла в наши дома, но чтобы, наоборот, мы были исполнены Святого Духа и силой, чтобы не было никакой нечистой силы, которая могла бы противиться Божьему, Божьему, Которой живет в нас. Давайте об этом будем молиться сегодня. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твой Святой Дух, который Ты посылаешь в жизнь каждого человека. Господь, потому что Твой Святой Дух, приходя, Он приносит мир и покой, Он исцеляет нашу душу, Он исцеляет наше тело, и Он дает победу в нашем духе. Господь, сегодня я молю о себе, о детях, я молю о нашей Церкви, я молю о всяком окружении. Господь, чтобы Твой Святой Дух пришел в силе, Господь, пришел в силе, Господь, и пришло исцеление. Отец, я молю Тебя, пришло исцеление в жизнь каждого человека, чтобы каждый человек двинулся с места боли вместо исцеления. Господь, пускай произойдет это исцеление в жизни каждого человека во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя за Твою победу, и это Слово дает нам надежду, что Ты победил, Ты победил смерть, Ты победил ад, Господь, и именем Твоим мы имеем исцеление. Спасибо Тебе, Господь. Амин. Дорогие друзья, благослови Вас, Господь, буду рад Вас видеть сегодня в пятницу в 7 часов вечера в Церкви. Войсов Хоу, начинается конференция. Будь Бог благословит Вас, будьте благословены. С миром Божиим! С миром Божиим!